Взрывы сначала приняли за фейерверк. Теракт на финише бостонского марафона. Трое погибших, 140 раненых. Кто стоит за этой атакой? Итак, до сих пор не установлено, кто стоит за терактом во время бостонского марафона. Два взрыва прозвучали, когда спортсмены пересекали финишную черту. Поначалу многие приняли это за фейерверк. На месте погибли трое. Более 140 человек ранены, и многие из них тяжело. Позже среди брошенных в панике вещей полицейские обнаружили еще пять неразорвавшихся бомб. Первым из российских журналистов на месте происшествия оказался корреспондент Вестей Александр Христенко. Потрясенный Бостон, шок у всей страны. Два взрыва с шагом в 12 секунд произошли в прямом эфире. На глазах у сотен тысяч телезрителей и десятков тысяч непосредственных участников праздника. Прямо на финишной прямой. На Бойлстон-стрит, недалеко от площади Копли-сквер, в старой части города. Это был престижный бостонский марафон. Мы услышали два сильных взрыва и испугались. Я увидела раненых. Они лежали на земле, а вокруг все было в крови. Среди погибших восьмилетний мальчик. Раненых десятки. Тяжелые травмы. Врачи проводят ампутации. Большинство ранений в ноги. Взрывчатка была заложена на небольшой высоте. Громкий хлопок, и все заволокло дымом. Я услышал, как люди кричат от боли и молят о помощи. В Бостоне хаос. Были перекрыты мосты, остановлено метро. Над городом закрыли воздушное пространство. В некоторых центральных районах проводили принудительную эвакуацию. На осадное положение перешел и правительственный район в Вашингтоне. В Белом доме и Капитолии был введен особый план безопасности. Под усиленную охрану полицейские взяли достопримечательности и гостиницы Нью-Йорка. Слово теракт никто из официальных лиц, включая президента Обаму, не произносил. Но вскоре ФБР подтвердит. Заряды были начинены поражающими элементами, шариками из подшипников. Бомбы были самодельными, небольшого размера. Их спрятали в мусорных баках. Оцепление не снято до сих пор. Причем не только с улиц, непосредственно прилегающих к месту взрывов. Блокированы целые кварталы. Более того, этот район остается бесполетной зоной для воздушных судов. На месте продолжают работать взрывотехники и следователи. Сейчас очевидно, что жертв могло бы быть гораздо больше. По данным газеты Уолл-стрит-джорнал, среди рюкзаков и сумок, которые зрители в панике побросали на дороге, полицейские обнаружили еще пять несработавших зарядов. Возможно, спасло принудительное отключение мобильной связи. Взорвавшиеся бомбы, по предварительным данным, были приведены в действие сотовых телефонов. Я слышала громкий хлопок, взрыв. Родители закрывали детей телами, а те кричали и плакали. К этому моменту победители марафона уже час как пробежали положенную дистанцию в 42 километра и пересекли финишную черту. Но соревнования были еще в самом разгаре, ведь в забеге участвовали почти 27 тысяч человек. В том числе 19 россиян. На кадрах любительской съемки виден российский флаг. На момент взрыва 16 наших бегунов уже финишировали, еще трое оставались на дистанции. Были два громких хлопка, причем они были последовательны, может быть, в течение 15-20 тысяч один за другим. Значит, ну они были несколько необычного свойства, то есть, ну, как бы на выстрел пушки немножко похожи, но более как бы объемный и глухой взрыв такой. Понятно, то есть причина, подумали, может быть, либо какой-то известный человек финишировал, либо, может быть, закрыли финишную люлью, что было вряд ли. А после этого, значит, мы отвлеклись и тогда снова сосредоточились уже на звуках сирен, многочисленных. По предварительной информации, наших соотечественников среди пострадавших нет. Сейчас в российском посольстве эти данные проверяют. На раскрытие преступления брошены лучшие силы полиции и спецслужб США. Но пока у властей нет даже предварительных версий, кто непосредственный исполнитель и кто заказчик. Люди лежали на земле, оторванные конечности вокруг и лужи крови повсюду. Двойной теракт в Бостоне стал самой серьезной террористической атакой в США за 11,5 лет. Со времени 11 сентября 2001 года. Александр Христенко, Андрей Салимань-Лежнев, Елена Соколова. Вести. Бостон. США. Ну и сейчас мы покажем, где были установлены взрывные устройства. Их спрятали на обочине Бойлстон-стрит в гуще людей, приветствовавших участников гонки. Первую бомбу заложили в нескольких шагах от финишной черты. Напротив публичной библиотеки Бостона на расстоянии 170 метров располагалось второе устройство. Они сработали с интервалом в 12 секунд, когда к финишу подбегала большая группа людей. Лидеры к этому моменту уже три часа как закончили гонку, но для многих спортсменов марафон еще продолжался. Движение «Талибан» уже заявило о своей непричастности к взрывам в Бостоне. Эксперты подтверждают, крупные террористические организации используют гораздо более сложные и мощные бомбы, чем те, что сработали на финишной прямой в Бостоне. Подозреваемых еще нет, но допросы уже начались. За расследование взялось ФБР. Илья Климов о возможных версиях и ходе расследования. Тайм-скуэр – одна из самых многолюдных площадей Нью-Йорка. Здесь руководство полиции расположило передвижной пункт управления. Антитеррористические подразделения сейчас можно встретить в любой точке Манхэттена. А это центр Вашингтону. Повсюду усилены полицейские патрули. Блюстителям порядка, чей рабочий день закончился, приказано продолжать несение службы. Власти официально заявляют, что не располагают данными о каких-либо конкретных террористических угрозах в столице или других мегаполисах страны. Но меры безопасности усиливаются везде. В первую очередь на транспорте и на стратегических объектах. Первые данные расследования взрывов на бостонском международном барафоне говорят о хорошо спланированной и скоординированной атаке. В полицию до сих пор поступают сведения о якобы найденных взрывных устройствах. Мы практически полностью проверили вещи, брошенные зрителями на месте взрывов. Неразорвавшихся устройств найдено там не было. Но мы постоянно получаем информацию из различных районов города об обнаруженных подозрительных вещах. В настоящей ситуации это можно понять. Я бы не стал сейчас говорить людям, что можно ослабить бдительность. В то же время специалисты не обнаружили на месте происшествия следов военной или промышленной взрывчатки. Например, так называемые С-4. Бомбы были сделаны из обычного пороха. Это указывает на кустарное изготовление. Но главное, ни разведка, ни спецслужбы ничего не знали о готовящейся атаке в Бостоне. Возможно, к взрывам не имеют отношения крупнейшие террористические группировки. Их активность едва ли осталась бы незамеченной. Так о своей непричастности заявили талибы. Следователи не исключают, что взрывы могли устроить местные экстремисты или даже террорист-одиночка. Сказать точнее сейчас невозможно. Следователям до сих пор не удалось установить мотив кровавого преступления, которое в Белом доме пока неофициально назвали террористическим актом. Возглавить расследование поручено ФБР. Я распорядился мобилизовать все ресурсы федерального правительства для расследования произошедшего. Мы до сих пор не знаем, кто это сделал и почему. И не нужно спешить с выводами. Но мы доберемся до сути произошедшего и обязательно все выясним. Виновные почувствуют на себе всю силу американского правосудия. В Бостоне, между тем, прошли обыски в одном из домов. О результатах ничего не сообщается, но, по словам очевидцев, полицейские забрали с собой сумки с вещественными доказательствами. ФБР, в свою очередь, разыскивает некого темнокожего мужчины в черной толстовке и с черным рюкзаком, который безуспешно пытался пройти полицейский гордон, отделявший зрителей от спортсменов. Также идет поиск белого фургона, водитель которого также был остановлен при попытке проехать место проведения марафона. Ключевая информация для раскрытия преступления может находиться на записях видеокамер наблюдения. Сейчас их собирают агенты ФБР. Также спецслужбы изучают списки звонков, сделанных на мобильные телефоны. Весьма вероятно, что именно так были приведены в действие взрывные устройства. Илья Климов, Вести. Соболезнования в связи с терактом выразил президент России. Он направил телеграмму Бараку Обаме, в который сообщил, что Россия готова оказать США всю необходимую помощь в расследовании. По предварительной информации, граждан нашей страны среди пострадавших в результате бостонского теракта нет. Но на месте происшествия сейчас находятся российские дипломаты. А сейчас мы возвращаемся к главной теме выпуска. Взрывом в Бостоне теракт произошел во время массового забега. С паузы в несколько секунд сработали два самодельных взрывных устройства, начиненных мелкими поражающими элементами, шариками от подшипников. На месте погибли трое, более 140 человек ранены. Россиян, по предварительным данным, среди них нет. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. Движение «Талибан» заявляет, что к этой акции не причастна. Эксперты сходятся во мнении, что взрывчатка была изготовлена кустарными методами, а крупные террористические организации чаще всего используют гораздо более сложные бомбы. За расследование взялось ФБР. Такие вести к этому часу. До встречи. Расследование, которое длилось несколько десятилетий. Немцы приветствовали возрастом Хайль, поднятием руки. Наши приветствовали физкульт-привет. И вот этот, казалось бы, обычный матч и вошел в историю под названием матча смерть. Дело о расстреле игроков киевского динамо. И это были люди, которые характером могли только взять, но не так, не физически, не так и все. То, что скрывалось под грифом, секретно. То, о чем никто и никогда не говорил. Вопрос в том, погибли украинские футболисты из-за победы над нацистами или были какие-то другие причины. За победу расстрел. Правда о матче смерти. Премьера. Сегодня. После полуночи. На канале Россия. Продолжение следует.